Здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и сегодня у нас абсолютно новый вид видео фотографирования животных хотя я его поставил в стуки потому что сегодня Ричард должен выступать в роли зайчика почему я говорю должен потому что он не обязан если собака не захочет то ничего у вас не получится у вас должен быть очень хороший контакт с собакой а так как у меня опыт большой фотографирование собак я их фотографировал и на выставках я его сфотографировал и в студии и там на улице то есть на площадках опыт у меня большой я занимался этим больше года еще зарабатывал на эти деньги на этом деньги пока промышленность не начала выпускать прекрасные фотоаппараты которым только нужно было нажать кнопку и на этом все так съемка животных начнем с того что вам с животным нужно установить контакт но собака не должна облизывать то есть не очень близкий контакт то есть она не должна вас пугаться но и не должна к вам лезть со своими ложись ложись вот с такими нежностями потому что она потом будет вот так ложиться требует чтобы ее почесали как это делает ричард но ричард более привычные я быстро подниму в общем то собаки допустим не любят чесаться да поэтому ричарда я к этому приучил и он знает что когда он его чешет то он обязательно получит очень какую-нибудь вкусную вкусняшку я даю ему таблетки таблетки пивных дрожжей это очень удивительно потому что в них есть все 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 витамины которые нужны для блеска шерсти для это и я думал что его придется добавлять есть специальные такие корма но я вам скажу так что в этих таблетках есть то же самое все что собаке нужно так вот возвращаясь первое вы должны собаку успокоить сначала и несколько раз поиграть не вот на том месте которые на котором будете фотографировать у ричарда это вот это вот шкура он ее уже подрал не она не нужна во время фотографирования но пока пока чтобы он не пугался дело в том что он привык что мы его фотографируем допустим в той стороне а в этой стороне для собаки понимаете прыгнуть в кольцо с одной стороны это одно а прыгнуть с другой стороны совсем другое кольцо вот вы не поверите другое кольцо которому надо тоже привыкать и тоже надо брать это препятствие с другой стороны также собаки вот так же ведут себя в студии то есть если он знает что вот это его место дан привычное место он спокойно лежит до поколе лежит и привыкает сессия с собакой должна быть несколько подходов не больше как 5 10 минут одна сессия собака быстро устает он теряет внимание она наклоняет голову и у вас уже ничего не получится я буду говорить о собаках потому что о кошках там так с кошками или она даст себя фотографировать или нет вы там влиять и хозяин влиять не может поэтому тут так больше всего мне удавалось британцев фотографировать они более спокойные вот остальные кошки или ведут себя агрессивно или пугливо и потом приходится ловить их по всей студии поэтому на кошках я не буду останавливаться я остановлюсь на собак которые я больше люблю фотографировать и меня многие спрашивают допустим и раньше спрашивали когда этим занимался как тебе удается повернуть собаку и добиться взгляда в кадр или какое-то чувство вызвать то есть немножко трюков скажем так вот один из трюков это допустим когда вы работаете с ассистентом он должен сидеть за вашей спиной и отвлекать собаку она будет смотреть на вас а а вы будете держать камере объектив у меня нет ассистента поэтому я поставил на кран сейчас свою камеру взял в руки и вот с помощью этого пульта я могу нажимать контролировать собаку и в то же время фотографировать хорошо если у вас что то есть мячик какой то такой бросили он туда смотрит или показываете мячик или называете какие нибудь слова обычно у собаки в спокойном положении вот у ричарда вот такие висячие ухи просто вот так приложены я нажимаю по дома называю по домашнему стоит назвать имя его подружки ухи встают вот так и он уже начинает смотреть а где она то есть вот такие маленькие трюки надо использовать к ушам вот я его уже целую неделю приучаю ушки одевать и я надеюсь но он еще не может с ними гулять да для этого надо очень много времени ричард не особо поддается дрессировке он хитрый в этом направлении то что ему не нравится он не хочет делать ну что это не ричард это убыток поэтому что я сейчас сделаю я хочу его первую сессию провести фотографировать его с ушками и я надеюсь что мне это удастся чтобы вас не утомлять это долгий процесс я буду снимать потом включу выступ перемотку и вы уже увидите и 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 ну вот после серии снимок снимков из десяти мы получили один но он очень удачный потому что эта порода она как бы умеет улыбаться посмотрите на его улыбочку да вот и прекращайте вот десять минут даже пять хватит теперь можно просто полежать с ним поиграться То есть он должен отвлечься Следующий кадр я хочу сделать С этим зайчиком с пасхальным Чтобы он у него в лапах был И в то же время у него была на голове Тоже зайчьи ушки Не знаю получится или нет Дело в том что он отказывается Вот сюда заходить Это вот гремит И он это не хочет Поэтому придется снимать его как есть А потом уже в фотошопе Может быть нет убрать не придется А вот подсветлеть она уже серенькая Поэтому вот сейчас мы делаем Маленький перерыв Ричард, лекеля Лекеля Ах, лекуста, лекеля Ах, лекуста, лекеля Сегодня у меня в планах два вот этих кадра То есть Ричард с ушками И Ричард обнимает вот этого зайчика Сложно это будет Потому что собака в этом нервничает А наоборот она перевозбуждена Потому что он любит этого зайчика Страшное дело Я ему ни разу еще не давал Постоянно его дразнил Этим зайчиком И поэтому я думаю Сейчас я буду оставаться с ним здесь Буду поправлять И незаметно фотографировать Ах, лекуста, лекуста, лекуста Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, дорогие друзья, как вы уже успели заметить, наверное, труд фотографа животных не очень легкий и на сегодняшний день совсем неприбыльный. Может быть, единицы, которые там еще фотографируют своих животных в студии, а в основном люди делают это сами. Но если вам придется фотографировать, то помните о моих вот этих маленьких трюках, которые я вам сегодня показал. И если вы снимаете портрет собачий, то фокусируйтесь на середине морды, не на глазах, тогда нос уйдет, а на середине морды. И тогда у вас будет резкий, хороший портрет. Что касается света, свет у меня сегодня простой, просто со всех сторон окружился, чтобы на белом фоне снять. А так, если вы снимаете, допустим, черную собаку на черном фоне, вам сзади надо будет поставить жесткий свет, чтобы он отражался от шерсти. И тогда получится красивый контур. Я снимал это и я знаю, о чем я говорю. Ну и так, чем закончилась наша сегодняшняя сессия. Вот посмотрите. Я немножко в фотошопе подсветлил, там два клика всего. Вот одна фотография. Симпатичная. Вторая. Третья, где вот он с ушками, как я хотел. И получилась еще случайно четвертая, которая мне очень эмоционально нравится. Вот посмотрите. Я ее специально так обрезал, чтобы видно было. Не знаю, пойдет ли она для стоков. А вот эти три я сейчас поставлю. А это оставлю себе, если что, на память. Ну и так, на этом мы с вами закончили. Всего вам доброго. Фирма Петерсон и Ричард прощаются с вами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!